Два начала третьего. Какой-то прилет, взрыв сумасшедший. Вот видите, что случилось. Около десятка людей раненых, переломы рук, ног. И две девочки, за что они пострадали, собирались домой. Вот они, лежат перед вами. Ну а дальше вы, ребята, сами знаете, мы кричали, стучались, видать, или услышали вы. Ну мы услышали, что нас тут откапывают. Это оказались, вы откопали, посмотрел это подразделение Азов. Азовцы за нас и переживают, пытаются эвакуировать нас, помочь. Сейчас будем еще в процессе откапывать, там все завалено. Мы покажем, мы вот нашли, к сожалению, вот это вот, что вы видите. Два погибших человека, две девочки, повторюсь. Сейчас будем откапывать, заниматься раскопками. Потому что здесь в основном женщины, дети. У вас две девочки только погибло, все на данный момент, да? Вы знаете, на данный момент то, что мы успели вынести, а там еще надо развал раскапывать, все. Да, парни сейчас помогут, откопать. Да, ребята, помогите, пожалуйста, потому что без вас мы не справимся. А это что, люди, две девочки находились на кухне. Военные не находились. Ребята с Азова, они здесь не находились, только мы собирались. Они нам доносили всего лишь информацию, продукты питания, воды поставку какую-то. Ну, то есть проведывали вас, проверяли, да? Да, как мы здесь, что, и заодно приносили нам какие-то продукты питания, чтобы тоже дети все-таки, женщины есть. И притом немало, детей около 30 человек, и только детишек разного возраста. Давайте ваши медики. Я не знаю, мы хотели сразу заняться. Начало людей как-то, и начали опять бомбы падать. Не знаю, я не военный, я не специалист, я не военный, я не знаю, что падало. Ну, взрывы были очень сильные. Мне сложно определить что-либо. Ну, потом еще бомбили 3 или 4 раза по этому бомбоубежищу. Ну, вы знаете, я не определён.